Добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить одному очень интересному ингредиенту. Это пептид с функцией обновления кожи, то есть так называемый обновляющий пептид. У него есть еще коммерческое название Perfection Peptide 3, его название химический гексеноилдепептид 3 норлициноцетат. Работает он очень интересно. Почему про него хочу рассказать? Потому что он является хедлайнером состава нашей новой пилинг-сыворотки Peptide Renewal. Что из себя представляет вообще роговой слой эпидермиса? Это слой уже омертвевших кератиноцитов, которые объединены между собой. Вот эти кератиноциты называются уже на вершине рогового слоя корнеоциты. И они как бы склеены друг с другом при помощи связи между двумя белками, десмокалином и десмоглиином, и образуют корнеодесмосомы. И вот эти два белка, основные, которые отвечают за связь вот этих кератиноцитов, они подходят друг к другу как ключ к замку. И с функциональностью работы вот этих двух белков на самом деле зависит от нее скорость обновления кожи. Обновление кожи, своевременное обновление, оно влияет на состоятельность защитного барьера. Также влияет вообще, как кожа выглядит, насколько она гладкая, сияющая. Если кожа гиперкератозная, обновляется тяжело, то она, как правило, тусклая. Помимо эстетических каких-то составляющих и состоятельности защитного барьера, от скорости обновления кожи зависит также кожный иммунитет, влагоудерживающая функция кожи. То есть, если кожа будет обновляться не своевременно или как-то неправильно, то будет нарушаться наша защитная функция, кожа у нас, собственно, защитник, барьер между нами и агрессивной внешней средой. Представим себе, что эта корнеодосмосома слишком слабенькая, и тогда возникают пузыри, возникают тяжелые, зачастую генетически обусловленные заболевания, такие, как врожденный эпидермолиз, то есть, возникает несостоятельность эпидермиса как защитной барьерной структуры. Ну, банально, на самом деле, натирание обувью кожи на пятках – это тоже, в некотором смысле, несостоятельность корнеодосмосом. Просто от избыточного трения они повреждаются, или, допустим, во время занятий спортом, когда трение идет о какие-то снаряды спортивные или кожу об кожи, участки кожи об кожу, и тогда используют всякие барьерные средства, такие, как кремы от натираний. Так вот, если же эта корнеодосмосома слишком крепкая, то тогда возникает гиперкератоз. Тогда у нас замедляется обновление эпидермиса, соответственно, тусклый цвет лица. Гиперкератоз также влечет за собой, как правило, который участвует как один из факторов образования акне, потому что совместно с гиперпродукцией качественно измененного кожного сала и гиперкалонизацией кожи условно-патогенной микрофлоры мы получаем все факторы, которые приводят к воспалениям на коже. Так вот, чтобы ускорить обновление кожи, мы можем воздействовать на вот эти вот корнеоциты, путем негативной стимуляции либо позитивной стимуляции. Негативная – это когда мы разрушаем снаружи какими-то кислотами, пилингами или аппаратными методиками роговой слой, по сути, и таким образом запускаем процессы обновления. Надо сказать, что процесс обновления нарушен не только у тех, кто страдает гиперкератозом, в целом с возрастом обновление кожи замедляется и после 30-35 лет какие-то регулярные мягкие мероприятия по стимуляции обновления кожи, они нужны каждому. Так вот, с помощью негативной стимуляции мы можем все разрушить и потом получить обновленную кожу. А с помощью позитивной стимуляции мы ничего не разрушаем, то есть у нас нет какого-то потенциального раздражения на коже. И позитивная стимуляция, ну, например, так работает частично ретинол, пептиды некоторые работают при помощи позитивной стимуляции, например, деятельности фибробластов, которые вырабатывают коллаген и эластин. А пептид ВП-3, он влияет как раз на вот эту связь между белками, десмокалином и десмоглином. Он как ключик к замку тоже к ним подходит, встраивается между ними. И десмосома, вот эта корневая десмосома, становится более рыхлой. То есть пептид воздействует на этапе формирования корневую десмосом. То есть он не разрушает фактически уже сформировавшись, а именно на этапе формирования нормализует вот эту связь. Таким образом, средства с перфекшн-пептидом можно использовать людям, которые имеют очень чувствительную гиперреактивную кожу, которые кислоты, например, или димы даже переносят тяжело. И такие серьезные какие-то воздействия отшелушивающие для них травматичны. А регулярный уход с пептид Ренеол позволит деликатно отшелушивать кожу без потенциального раздражения. Также, естественно, мы запускаем процессы обновления и выравнивается микролигиев. Уменьшается глубина морщин. То есть в комплексе такие препараты еще и обладают выраженным антиэйдж воздействием, а также показаны людям со склонностью к воспалениям гиперкератозом, комедонообразованием. Встраивается эта сыворотка прекрасно в вечернюю рутину. Мы можем утром наносить какие-то активные средства, CNRG5 пептидов под СПФ, а вечером использовать пептайд Ренеол. Но если нам нужно закрыть ее, например, кремом, так как все-таки у этой сыворотки слабокислый PH, стараемся делать это не раньше, чем через полчаса после наносения сыворотки. Но вообще по текстуре она очень самодостаточная, поэтому большинству, в общем-то, и не нужно ее ничем закрывать, разве что нанести отдельное средство кремовой текстуры на зону вокруг глаз и, возможно, на шею. Вот такой интересный ингредиент мы стали использовать. Если у вас есть какие-то вопросы на эту тему или на какие-нибудь другие темы, задавайте с удовольствием, постараюсь ответить на них под видео. Ставьте лайки, если вам была полезна эта информация, дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ваши комментарии помогают нам развиваться и мотивируют на новые какие-то свершения. И ставьте колокольчик, чтобы первыми увидеть уведомления о выходе нового нашего видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok